ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлой программе «Алё, директор!» Светлана Ловода поручила организовать для неё уикенд. Нателла Крапивина первый раз в жизни каталась на трамвае. А Михаил Ясинский прокатил на велосипеде Викторию Батуин. Звёздные выходные удались. И никто из участников не покинул шоу. Нет! Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хватит! Стоп! Алё, директор? Доброе утро, друзья! Доброе! Как ваш настрой сегодня? Хорошо! Великолепно! Артур, как вы относитесь к основателям украинской эстрады? Для меня основание украинского шоу-бизнеса это где-то вот группа Аякс, Ирина Билык. Территорию А мы помним? Танцуй без нами! Территория танц! Конечно! Кто там были лидирующие? Все помню. Юрка Юрченко, Квавита, Марина Удольска. О! Близко к теме. Близко. Кто вам нравится? Я был поклонником группы Квавита. А ну, на поте что-нибудь. Мне нравилась песня. А теперь все инакше, инакше. Просто, просто, просто на воды. Мне интересно узнать, в 90-х у Иры были какие-то звезды? Я больше любила слушать зарубежную музыку. Окей, пусть это будет зарубежная звезда. Кто это был в 90-х? Мне, наверное, нравились, честно признаться, различные Spice Girls. И Seventeen мне нравились. Да, DLC мне очень нравились. Я это тоже слушала. И Spice Girls мне в определенный момент были интересны. Но я не слушала никогда Аквавиту. Надо отдать мне должное. Аквавиту я тоже снимала. Ну, Юрку, Юрченко, я иду. Это был хит Ого-го какой-то. Я иду. Я усмечена, я буду. Все одно в небес найду. А ты с группой Капучино попадала в хит-парад? Мы были вне хит-парад. Хорошо. На вершину успеха подняться вовсе непросто. А еще сложнее там удержаться. В жизни каждого артиста может наступить тот момент, когда необходимо отказаться от всего, что есть сейчас, и начать все заново. Чистого листа. Сегодня вам предстоит, пожалуй, самое сложное и ответственное задание. Я вам поручаю работу с уже состоявшимися артистами. Основателями украинского шоу-бизнеса. Команде Огонек предстоит поработать, на мой взгляд, с одной из самых талантливых женщин и тех времен, и сегодняшнего дня. Это человек, обладающий совершенно божественным, неповторимым вокалом. Это Марина Адольская. Команде Лабутин предстоит поработать с не менее, на мой взгляд, талантливым артистом. Конечно, гораздо менее голосистым, но человеком, который всегда привносил нотку новизны в то, что происходило в тот момент на украинской сцене. Это артист Андрей Кравчук. Вам будет необходимо представить двух известных артистов в новом образе, которым бы они понравились бы европейскому слушателю. С новым материалом, с новой историей. Записывайте песню, проводите фотосессию, пишите пресс-релиз и организовывайте выступления в клубе. Как показывает опыт прошлой недели, ваша идея работать с теми людьми, которые вам симпатичны, провалилась с треском. Поэтому я сменю сегодня составы по своему усмотрению. Артурчик, вы возглавите на этой неделе команду Огонек. Вместе с Полиной переходите в команду Огонек. Хорошо. Тонечка и Таня отправляются в команду Лабу-Тим, которую вас знает Ирочка Демичева. Ну что, вперед за работу. Ждем от вас результатов. Спасибо. Спасибо вам. На сегодняшний день нам досталось, наверное, одно из самых непростых заданий. Я даже не знаю, что надо сейчас придумать, делать, чтобы хоть как-то людей удивить. Я думаю, что мы сделаем Арину конкурентом Светланы. Все плохо. Команды расходятся по офисам, чтобы решить, как предстоит провести ребрендинг суперзвезд 90-х. И как вам выбор судьбы? А кто такая Одольская? Марина Одольская – это украинская спевачка, которая была популярна в период с 1993 по 1998 годы. Все, совсем плохо. Сейчас иснувание такой передачи, как «Территория А». Найпопулярнейшую песню Марина Одольской была песня «Биль». Это то, какой она была. Нам для того, чтобы сделать ребрендинг, по идее, нужно как бы узнать, кем она была до этого. Сколько лет? Ну, 40. Отличный возраст. Ну да, как раз для старта нормального. Диор начинал в 40 лет, друзья. Короче, понимаете, Марина Одольская уже в 96-м использовала фишку «Ладигаги» с клипами по 10 минут. Как можно раскрутить артиста, который уже очень давно не популярен? Конечно же, привлечь для этого популярного артиста. Но так как, кроме меня, популярных артистов больше нет. Ну, знаешь. Ну, тебя. Просто ты артист, но не популярный. Э-э-э! Официально. Ой, у него такая красивая татуировка, еще лучше, чем у тебя, Блюнберг. О-о-о! Где у него татуировка? Надо посмотреть. Давайте посмотрим реально его выступление. Уважаемый автоотвенчик. Что такого? Вот грудь открывать, как ты говоришь, не надо. Не надо. Ну, депиляцию делать? Внешность у него хорошая. Ни х**а хорошая. Нормальный. Он нормальный, симпатичный дядька. Просто что, надевается ужасно. 34 года ему. А какая у тебя ассоциация возникает, когда ты на него смотришь? Территория А. Ты в 73-м тоже родилась? В 1873. Я предполагаю, что... Это очень прикольно, кстати, обыграть, если, например, бы она вообще пела на каком-то таком языке, известном только ей. О-си-ра-на-хи-ма-хи. Там что-то такое. Класс. Это фишка, реально. Это не фишка, но она женщина, понимаешь? Может вести какой-то оригинальный музыкальный инструмент, типа волынки. Да, вообще она играет, надо узнать. А если она на губной гармошке умеет играть? А вдруг, действительно, если на губной гармошке умеет? Она такая, шарик! Давайте сделаем из него какого-то франта, красавчик. А любимца женщины. Я его вижу тоже более в британском. Если мы хотим типа Европу давать... Мы можем сделать какую-то пиарацию. Чтобы из него перло. Постановочную в каком клубе, что он набил кому-то морду. Пусть он мне набьет в клубе лицо, допустим. А из-за чего? Из-за женщины? Не из-за женщины, просто он оханявший вообще такой весь из себя просто. Ну вот ему захотелось. Ты не в Луганске, то у вас там все хреневшие просто собрались, встали и драться начали одновременно. Давайте Тоню не слушайте. Вроде бы определились с тем, что делаем из него мужика. А этот героизм, это вообще тошниловка какая-то. Подрался из-за женщины. Мы делаем просто западный продукт, который будет популярен в Германии. Например, ориентируемся туда. Потому что ориентируемся на Россию, то тогда действительно она бы пела у нас... Белая машина! В Германии они до сих пор все... Так вот и радуются жизни, понимаешь? Она такая выходит, за такой колбасой, такая Бавария, да? Типа того. Нет. Меня больше всего пугает, что последнее, что произошло в ее жизни за последние 10 лет, это то, что она в прошлом году развелась с мужем из-за его алкоголизма. Слушай, а надо написать историю. Она страдалец. Трогательница. Он ее там бил, месил. Но у нее были силы вырваться. Она выкарабкалась. Красивая. О, так мы можем придумать, что она типа, ну, она влюбилась, вышла замуж. Типа и с мужем у нее все было плохо, поэтому она не пела, потому что не было денег. Причем за простого мужика. А она талант. Она на зло всему миру вот решила доказать, что она все-таки талант. Было плохо, бутылки собирала, боже, какой кошмар, и тут, ***, лебедь. Так она плюнет в лицо и развернует, что уйдет. Знаешь, сколько артистов вообще хочет работать с нами? Никто. Роман Блюнберг очень у нас близок к людям творчества и музыки. Вы будете в Романе ответственны за музыку. Тоня, ты будешь тогда ответственна за пресс-релиз? Татьяна... Нет, я думаю, Татьяне лучше отдать пресс-релиз, потому что Тоня напишет, что он приземлился к нам. Так пусть Тоня напишет, а мы потом просто покорректируем. Да, просто корректируем при этом. Пиши. Татьяночка, ты, отец, не будь добрая за фотосессию, я новообразную. У меня есть фотограф, если нужен. А по одежде, говорю, что надо вообще упрощить. Блюнберг, мы, наверное, пойдем с девочками. В планшетах от Самсунга такие хорошие игры установлены новые. А как тебе функция с рисованием? Правда, очень интересно? Я прямо вот сейчас нарисовал Эль Кравчука здесь. А знаешь, тут ведь еще можно взять фотографию Эля Кравчука и потом перерисовать. То есть можно сразу сделать плакат, сделать такой скетч. А давайте сегодня прямо после концерта натравим на него кого-то, чтобы он подрался, и заснимем сразу назад, но будет уже... Ну, давайте-то едем с ним, все поговорим. Алло, директор? Команде Огонек выпала честь поработать с певицей Марины Адольской. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, ну, сначала немножко о себе. Меня зовут Марина, я певица. Ваше возвращение. Как бы вы хотели, чтобы оно выглядело? Я готова к экспериментам, потому что я, в принципе, всю свою творческую карьеру, которая у меня была, я экспериментировала. Нет каких-то рамок. Я вижу, что горят глаза, что она готова, что она хочет. И это самое главное. Для начала нам нужно придумать вам какой-то образ, чтобы в этот раз певица Марина Адольская это был проект. Какой-то это больше образ леди. То есть вы будете блистать, вот этого нам хочется. Если элегантный стиль, то чтобы что-то показывало, что я готова скинуть с себя этот элегантный стиль и сесть на мотоцикл, например. Класс, класс. Марина это рабочий материал, причем очень такой добротный. Человек вообще с нами на одной волне, очень современно интересная женщина. Платье, ваза, все, а на голове, например, что-то. Ну, людям будет интересно, конечно, увидеть друг друга. Элегантная женщина. Что, как поменялось, да. А главное, она готова на эксперименты. Ну, в общем, мы очень рады, что сегодня именно вы попали в наши руки. Взаимно. Нам очень приятно будет с вами поработать. Я буду стараться. Спасибо. Мне лично не хватает такой команды, поэтому я очень рада буду посотрудничать с ними. Если получится, главное, чтобы Марина осталась довольна нашей работой. Как вам Марина? Нормально. Хорошо, что быстро вошли в контакт. Радов. Вот такая женщина. Ах, какая женщина. Ты почувствовала энергетику сидеть с ней рядом? Просто она меня столько вот зажгла. Ладно, романтики, у вас просто секса не было. Ладно. А с Казак, у кого был, кстати, все-таки? У кого был секс с Казак? Вы должны знать, у кого был секс с Казак. И пока личную жизнь Тани Казак активно обсуждает в команде «Огонек», она со своей новой командой отправилась на встречу с Эль Кравчуком. Лабутим попали на репетицию артиста перед вечерним выступлением. Кто вам купил эти красотки? Я сам их купил. А что? Будешь поменяться? У меня 45-й. Вот команда людей, которые будут работать с вами в этот раз. Очень интересно. Вы знаете, я хочу, по крайней мере, выслушать ваши идеи. Я думаю, что если вы уже прошли некий кастинг, да, и уже попали в такой серьезный проект, ну, если, конечно, мне что-то не понравится, мы будем это обсуждать. Мы будем навязывать. У нас была идея по поводу видео для интернета, где вы бьете мужчину в ночном клубе. Для того, чтобы показать вашу брутальность. Муза пиар, да. Муза пиар, да. Муза пиар, да. Когда зрителя обманываются. Мы вам создадим атмосферу. Нет, атмосфера будет. Это просто для кача. Ну, не знаю, мне кажется, что зрителя не надо обманывать. Все, все, я растаю. Welcome to hell. Я вам желаю удачи. Спасибо огромное. И вам прекрасного концерта. Да, оставайтесь. Спасибо огромное. Вы послушали обязательно. На встречу пришел человек очень каких-то других правил, ценностей. Скорее всего, у Эльгар-Чека работают глухие звукорежиссеры. Потому что человек со слухом не может слышать это. В общем, радует то, что он хотя бы открыт к нам. Радует то, что он потрогал Таню. Да. Да, не рада. Нет, нет. Когда он делал так, было ощущение, что Таня еще стая на коленях. Я побежала за личным номером телефона. Все, я просто шутла. Лабутин договорились о встрече с Эль Кравчуком в торговом центре. Но звезда безнадежно опаздывала. Поэтому шопинг решили начать без него. Все, давайте не будем его ждать. Просто пойдем сами все выберем. Как кто-то вам придет, он все помирит. Рома, ну я тебя прошу, ну ты его представляешь? Ну ты видел его кроссовки в прошлый раз? Не, ну если мы сюда зеленые шнурки вшуем, то ты же самый будешь в тот раз. Не, это слишком, да? Чего? Класс? На нем они по-другому совсем будут смотреть. А так давай сразу возьмем все детские штуки. Берем все. А почему вы прошли вот эту замечательную штуку? Потому что там большие размеры, и она незамечательная. Может, такую себе взять? Боже, Блюнберг себе уже набрал вещей. Можно купить ему пиджак. Зачем его одеваем, когда он одетым был? Так ты чего? Так он был в пиджаке, если ты не помнишь его куда-то. Может быть, померить ему этот... На рубашку. Не, не рубашки, на футболку надо делать. А, мне кажется, на рубашку тоже. Да нахер он в рубашках и так ходит сужой? А нельзя просто померить и потом выбрать? Потому что не факт, какой цвет ему подходит. Если ты его во что ни одень, он все равно будет выглядеть, кем ты мыслал. Слушайте, мы тратим слишком много времени на Эля Кравчука. Я не успею выбрать пищу себе. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже все это выбирали. Мы хотим сделать более такой, знаете, европейский лук вам. Например, так, как сейчас, да? Ну, приблизительно. Идемте, вам покажем. А вам самому комфортно? Ну, мне комфортно, конечно. Будьте добры, еще одеть следующие брюки и другую рубашку. Слушай, ты моя лапочка, будьте добры. Ой. Ой, слушай, так намного лучше. Мне очень нравится. Очень хорошо. Вы заиграли в этом, мне с этим нечто нравится. У меня глаза у вас заиграли. Эля Кравчук остается Эля Кравчуком. Пиджаки, рубашки. Нет, нет, нет. В мужском гардеробе, на самом деле, не так много вариантов выбора. Но пойдем, попробуем твой вариант. Ну, мне то, что придумали мы, нравится гораздо больше. Так у нас появился еще один Рома Блюндер. Ну, совсем другой, видите, образ, чем который вы предлагали. Я так понимаю, что первый образ, он у нас такой близкий к хипстеровскому. Вот это такой ближе, как бы одной ногой в рок-музыке, немножечко в поп-музыке. Близкий такой к Энрике Иглесе. Вот иди. А первый образ абсолютно Ваня Дорн. Поэтому вот как бы мне очень жаль, что сегодня я вот от вас чего-то свеженького такого не услышал ничего. А если мы соединим два стиля какие-то? Мы не соединим два стиля, это не эклектика. Ну, вообще невероятно. Ты считаешь, что красиво? Мы очень сильно надеемся на то, что мы правильно сделали выбор по поводу одежды. Меня абсолютно вообще не устраивает, как они пытаются одеть. Слышишь, Рома, что нам с тобой надо все-таки более внимательно отреагировать к мнению девушек. Потому что они выбирают парней. Если им сегодня нравятся хипстеры, ну, пускай будут сегодня хипстеры. Пока я чувствую себя абсолютно вне образа. У нас есть маленькая проблема по имени Эль Травчук. Тем временем по магазинам решила пройтись и команда Огонек. Несмотря на взаимную симпатию между Мариной Адольской и Огоньками, уже на следующее утро в их профессиональном сотрудничестве возникли проблемы. Я на вас зла. На вас особенно, Жан. В 6 утра приблизительно я получаю звонок на свой мобильный телефон от Жана. Фотографу надо было срочно уехать. Извините, фотосессия, которая намечена на 9 утра, переносится в 6 утра, Жан. Разбудить артиста. Я специально это сделал заранее. Так, никто не работает, Жан. Извините, я сказала им пару крепких словечек, положила трубку. Ай, вы меня разбудили в 6 утра. И при этом рассказали, что мне не надо вставать утром. Меня это немного порадовало. И ее поведение было достаточно неуважительное к нам. В 6 утра. Мы все так проснулись. Я буду вымаливать у вас прощение. Она включала звезду, на которую она вообще не имеет права. Я вас прощаю. Это главное. По поводу песни, Жан. Если я услышу мелодию на студии, она мне не понравится, я вам сразу говорю, я опять не буду. Работать дальше с Мариной было просто категорически невыносимо. Ребятам еще до директоров, продюсеров, администраторов, шоу-бизнеса. Ну, как, извините мне, до балерины большого театра. Вы кто вообще такие? Чем вы здесь занимаетесь? Даже я не получила песню. А я, кстати, слышал, но я так и не видел этого текста. Да, он выслал текст Марине, не предупреждая нас. Текст был припаршивейший. Там была сильная женщина, и она говорила, если мне не понравится, я тебя съем. Я поняла, что это не то, что я могу петь. На этот случай у меня есть для вас еще 6 вариантов песен. Это мои личные песни. Я думаю, что, может, хоть одна из них вам понравится. Которую мы успеем до завтра аранжировать. Нет, это аранжировки готовые, и даже на одной из них уже есть байк-локал записанный. Вы же главный в этот раз, поэтому будете решать вопрос. Хорошо. А сейчас мы пойдем в магазин и попробуем на вас примерить какие-то несколько образов. Я не против этого казала. Пойдем. Пойдем. Ты останешься тогда здесь с Мариной выбирать образ, и мы тогда втроем будем готовить выступление. Хорошо. А мы поехали. Главное выбрать нечто похожее на какое-то классическое платье. Ну, как-то не очень. Выступление в школе на вечере самодеятельности. Нет, я считаю, что платье в пол все равно будет лучше. Нет, похоже на школьную форму. У меня есть дома шикарное платье. Потрясающе. В магазинах мы ничего нужного не нашли. Если бы не было некоторых фе, то, возможно, получилось бы лучше. То, что они делали, не очень хорошо у них получалось. Все-таки, наверное, вам придется взять что-то дома. Хорошо, это с проблемой. В это время Ира и Таня из команды «Лабутим» уточняют подробности фотосессии Эль Кравчука. Алло, Дим, привет. Помоги, пожалуйста, нам нужна фотосессия. Там реально максимум три кадра. Да, хорошо, я тогда тебя наберу и скажу тебе время. А Роман Блюмберг поехал с артистом на студию звукозаписи. Сейчас я найду на телефоне Самсунг текст песни и будем петь. Поставь мне второй куплетик, можешь? Вот там, где честно я первый раз. Слушай, а давай, может, ты попробуешь ее сейчас пропеть сам, чтобы мы просто понимали. Дай мне получить песню, пожалуйста. Окей. Да, мне еще разок надо. Второй куплет. Эти звезды, эти звезды. Второй куплет. Не надо. Если плюс делаешь, то тогда да. Стоп, стоп, вот отсюда можно? Та-дам. Вот, та-дам. Стоп, минус не нужный, Бекки. Нет? Пусть отпевается. Чуваки, я не слышу, еще раз. Чтам. Па-а-а, сбилились, дэ-безги. Еще раз, да, вот это вот место, да. Простя. Да, можем теперь сначала, да. Я попробую сделать по саунду, чтобы Элик Кравчук не качал бицепсы, а Элик Кравчук качал танцполы. Эль, уже дышать, даже легче. Видно, не лишь одно, только время лечит. Адам тебе все свои и чужие песни, они все стали о тебе. Подожди, Адрей, стоп. Блюнберг даже песню нормально не нашел. Песня хорошая на самом деле, но это же опять-таки заслуга не Блюнберга. Ты очень сильно вылизываешь вокалами, понял? Ты вот вытягиваешь нотами ее, получаешь, поднимаешь ее наверх, и оно получается вот из такой грубой становится попсово. Такие абстрактные эти замечания, знаешь, ну как абстрактно вы меня сегодня одевали, так примерно абстрактные замечания. Брутально. Ну вот, грубей. Ну я могу. Грубей, как? Я могу. Мелодию надо спеть, давай, может, другую песню возьмем? Тогда она будет брутальная, грубая. Проблемы с песней наметились и у Огонька. Почему мне звонят в 6 утра и говорят, что текст нужно переделывать срочно, потому что он не понравился нашей звезде. Мы могли у Жана выяснить, что у него за песня, и что вообще за текст, я ее не видел и не слышал. Она получила аранжировку и текст песни, и все. Но она не получила мелодию, мелодику. Но мелодику она не могла никак получить, потому что получить мелодику, ее нужно напеть. Если бы Жан даже напел, то попрос к одному из певческих конкурсов, мы уже помним, как хорошо он напевает. Ребята, так а что за текст, о чем вообще? Ну, обычный текст, ну, блин, это обычная песня, таких миллион. Что, может, не нравится в песне? Ты ушел, а я осталась. Я смотрю в окно, там темнота. Никто не виноват. Просто кажется, что мы все работаем, а немножко толку с этого ноль, потому что у нас есть палка в тыкателе. Кто? Возможно, это артист? Не, ну я шучу, конечно, просто очень тяжело работать. Но в любом случае я хочу вам сказать, что нам нужно продолжать в том же духе. Ехать на фотостудию. На фотостудию. Поехали. И пока певицу готовят к фотосессии визажисты и парикмахеры, огоньки тайком собираются, чтобы наконец-то выбрать песню для певицы. Мы послушаем несколько треков. Я понял, что есть у Жанны что-то определение. Танцевальный трек. Он очень коммерческий. Стреляет метко Купидон стрелою, Соединяет крепко он по двое, И я понимаю, что бывает такое, о-е. Ну типа такого. Жан, давайте послушаем. Я был уверен, что мы не будем использовать записи, которые возьмет с собой Жан. Для презентации артистки команда выбирает одну из песен Артурчика. Жан тем временем решил проявить свои дизайнерские способности и занялся подбором наряда певицы для фотосессии. Все, приступаем? Да. Последний пункт сегодняшней программы Лабутим – фотосессия. О, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже не один. Мы видим, красиво вам очень. Как ваша песня? Тихонечку двигается. Пока не очень всем она нравится. Кому-то очень всем нравится. Но мне не очень нравится Рома. Я думаю, что мы с Ромой справимся. Ну окей, хорошо. Покажем вам референсы, которые у нас были. Я уверена в его луке, я уверена в том, что у нас хорошо получится фотосессия. Мы хотим делать акценты где-то там на его глазах, на красивых чертах лица. Посмотрим, что будет, когда будет концерт. Потому что песня доделывается, образ для меня все равно сейчас непонятный концерт. У меня столько вопросов к моим директорам. Менять позу, эмоцию. Работаем вот так. А вот если вдруг мне понадобится перефотать, я просто скажу еще и поговорю. Вот такой он суровый шоу-бизнес. Тем временем певица Марина Адольская в сопровождении эскорта Огоньков прибыла в студию звукозаписи. В общем, у нас будет очень веселая танцевальная заводная песня. Называется она «Купидон». Я думаю, что Марине очень будет импонировать, потому что у нее будет очень интересный образ такой женщины-леди, а Петина будет именно вот такую вот мейнстримовую танцевальную попсу. Мы хотим, чтобы Артур сейчас напел, потому что песню мы услышали пять минут назад. Поэтому будем учить походу. О любви говорить не смею, По законам ее я живой дышу, Перед тайной ее рабею, Быть твоей уравой свешу. О-о-ою! Стреляет метка Купидон, Он стрелою соединяет крепко, Он по двое! Несмотря на напряженное утро, команды успешно и дружно закончили подготовку к презентации своих артистов. Ее камбэк должен быть ярким. Если из этого ничего хорошего не получится, то, по крайней мере, я повеселюсь и поиграю. А-а-а! А-а-а! Команды приложили максимум усилий, чтобы по-новому презентовать звезд 90-х. Осталось провести последнюю репетицию. Перед началом саундчека Эль Кравчук решил посмотреть на результаты фотосессии. Покажите фотографии, только не рвать. Ой, вот так в лице изменились. На фотографии, конечно, фотографии... Не нравится, что ли? Ну, как вам сказать? Ну, из 400 фотографий, если это лучшее, ну, пускай это будет ваше мнение. Да, конечно. Я останусь при своем. Вы очень торопились после съемки. Знаете, мне было очень грустно остаться в одному. Я бы хотел сегодня, чтобы мы как-то были больше командой. Андрей, стой-ка! Она мне не нужна, я думаю. Нужна. Вы считаете? Да, нам бы хотелось минимум движений. Ребята, скажите мне, вы стояли на сцене кто-нибудь из вас когда-нибудь? Да. Да, вот Рома, он все делал уже в жизни. Он и на сцене стоял, и стриптиз, наверное, показывал, да? Да, было. Ну, смотрите, я вам сразу скажу, для этой песни, для того, чтобы это было нормальное проживание на сцене, я не буду состоять. Пускай это будет мое такое вот категорическое мнение, потому что я, конечно, хочу учитывать ваше мнение. Честно сказать, все равно кажется не очень профессиональным. Вы сейчас сделаете подачу свою, а может мы потом, ну, мы же маленькое имеем право подкорректировать. Такой подход мне уже нравится. Берегу, как могу, где бы я ни был, все, что я чувствую к тебе, берегу, как могу, честно я. У каждого артиста свое виденье, ребрендинга я совершенно не вижу. Коровчука не перелепишь. Артист – это какая-то ранимая душа, то, что его начинает чморить. Я человек, которого тяжело пробить на слезы, но во время саундчека я плакал. Рома, почему песня такая длинная? Я уже на третьей секунде хотела уйти. Он уже с ним по-троге. Он будет передать через песню. Песню прекрасную зародовую. Песню превратили просто в какой-то кал. Посмотрев на репетицию, я очень расстроена, искренне разочарована. Мне очень не нравится отношение команды к нашему артисту. Но Артурчику сейчас не до собственных песен. К выступлению он готовит не только артистку, но и зрителей, которых он привел на концерт. Девочки, запомните. Сначала хлопаем, там три хлопка. О-о-ою, стреляет метка Кубин-дон, стрелаю. Директора мои, что мне делать на сцене? Ну, то, что массовка примерно делает. То есть там какая-то стрела, если... Не обращать внимание или обратить внимание наоборот? Что ты говоришь, я не понимаю. Я имею в виду немножко обращать... По жестикуляции все, по-моему, прекрасно. Да? Согласен? Да. Марина, вы же профессионал, как муж, с вами быть не согласны. Здесь еще будем мы, кстати, втроем, мы с ней вместе, потом подбежим, мы будем танцевать, поддерживать, конечно. Ну, классно. Так, танцуй, танцуй, это все, финальные точки. Сейчас готовимся. Разводимся! Я отработал за всех. Сейчас мы ничего не обсуждаем вместе, и каждый просто делает какую-то свою работу. Олег, допустим, совсем не принимал в этом участие. Может быть, он слишком погряз в роман, который у них с Таней казак. И, возможно, даже секс, не побоюсь этого слова. И когда их разлучили, Вигеря как будто вспал в литургический сон, как Белоснежка. Ну, так получилось, просто мы с Олегом были в одной команде долгое время, и как-то сработались. Сначала дружила с Жаном, потом у них не вышло. Она дружит с Вигерией. Там непонятно, что происходит. У меня все устраивает. Нормально? А я здесь. Это устраивает вас? Нет, ну, мы же ненадолго. Ну, на секундочку. Кикимся. Что, я рада, что нас взяли по разным командам? Рада. Время пролетело незаметно не только для Тани и Олега. И уже через несколько минут артисты выйдут на сцену. Так шумно? Мишенька, готов? Готов ты к труду и обороне сегодня? Готов сегодня. Здравствуйте, Света. Здравствуйте, Миша. Вы сегодня не в полном суставе, да? Помощница лободы Нателла Крапивина уехала по неотложным делам. А Михаилу Ясинскому придется работать за двоих. Извините. Назаду можно и так. Наш артист Андрей Остапенко. Известный всем, как этот Крапчук. Вот мы его попытались представить немножечко в новом ампуаре. Кумир миллионов. Обратите внимание, Мишенька, здесь такая сепия, ЧБ. Они видят его в ретро. Наоборот, вот почитайте, пожалуйста, информационная насыщенность, что он как раз-таки у нас прежде всего артист. Боже, что это за печать такая? Что-то некрасивое все. Говоря с ним, он сказал, что прежде всего в современной музыке не хватает именно музыки. Это его выбор или ваш выбор песни? Выбор наш. Андрей был с ним согласен? Ну, не очень он был согласен, но пришлось сделать то, что хотели вы. Бумага хорошая. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сейчас для вас выступит артист в хорошо известной нашей стране своими вирическими поп-балладами. Но именно сегодня он будет другим. Специально для вас, Эль Кравчук. Она так любит бить, бить по болевым точкам. Бить, бить, без промаха точно, но в тучи. Мое сердце бит, бит вместе с твоим. Слышишь, только с твоим. Один в один и мне уже дышать. Дышать даже как-то легче. Видно, не лишь одно только время лечит. Сегодня что я слышу, это ужас. Провал, это полный провал, ребята, я в шоке. Мне почему-то хотелось плакать. А теперь есть миллионы слов, миллионы разных слов. Но даже или я не выскажу все то. Так я вообще, зритель смотрю на то, что происходит на сцене, мне неприятно наблюдать. Интересно, но, конечно, это старомодно. Честно я берегу, как могу. Честно я берегу. Да, я не просто так хожу в тренажерный зал, слежу за собой и все такое, для того, чтобы просто спрятать все, что можно. Надо было в номер раздеться в середине песни. Мне очень хочется раздеться, честно скажу. Вот снять с себя и пиджак уже этот. Ты можешь позволить себе это сейчас. Я уже не могу терпеть, потому что реально сложно. Песня. Что с песней? Того, что было предложено. Я вот очень жалею, что все-таки не сделал какой-то шаг и не предложил песню. Все, все, можно остановиться. Хватит уже, да. Три композиции, которые у меня были на выбор. Ни одна из них. Вот так, что сто процентов. Потому что написалась не для тебя, написалась для дурихих. Хотелось бы спеть мне, честно говоря, другую песню. Как ты считаешь, кто из ребят наиболее силен? Как потенциальный директор, администратор? Давай скажу, кто наиболее слаб. Ум, хорошая идея. Наиболее слаб, мне кажется, тот человек, который с грамматическими ошибками составил мой пресс-релиз. Потому что любой нормальный человек, который возьмет подобный пресс-релиз в руки, там очень много ошибок. Там даже неправильно написана моя фамилия. Кто это? Я не знаю вопрос. Да, мне не хочется ребят каким-то образом под дыхом давать, да. Но все-таки я человек позитивный, да, хочется оставить после нашего общения у них какое-то обо мне приятное впечатление. Иногда от хорошего под дыха вырастают хорошие крылья. Так что давай им дадим под дых сегодня, потому что не заслужили. Спасибо тебе большое. Приходи к нам еще. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Светлана. Ты принес нам взятку? Нет, я вам принес конверты с информацией о нашем артисте. Здесь находятся фотографии, также листовки, на которых написана история. История Марины Адольской. Нателло, это тебе. Михаил, это тебе. Это мне. Спасибо большое. Вам спасибо. А здесь написано, что в 98 году Марина приезжала уже порозже по нашему приглашению. К сожалению, мы не знали таких подробностей. Единственное, что я знаю, что в 96-м, по-моему, Марина выиграла международный конкурс. Марина, сколько все выигрывала в свое время. Делали такие концерты классные. Она такая крутая женщина. Спасибо большое. Обворожительная женщина, безупречная мать и сильнейшая вокалистка Марина Адольская предстанет сегодня перед вами в новом образе. Мы приглашаем вас в новый мир. Мир грации, любви и драйва. Мир нью. Адольска. Мир грации, любви и драйва. Мир грации, любви и драйва. Сердце на показ, это чей-то приказ. Мы не рады за ребят противоположную команду. Мы выводим на рынок артиста, который сможет кусать пятки. Мир грации, любви и драйва. Мир грации, любви и драйва. Мир грации, любви и драйва. Мариночка, здравствуйте. Привет, Миш. Привет. Маши фанаты. Да. Фангурс. Честно говоря, да. То, что мы увидели на сцене, как вы оцениваете? Понравилась ли вам выбор песни? Мне понравилась песня. Мне органично себя чувствовала. Немножечко показалось, что диссонирует песня с образом, но я послушалась молодежь. Давай, ты классная. Давай. Они вдохновляли, да? Вдохновляли. Нам очень понравились вот те плакаты, те афишки, которые они сделали. Мне показалось, что это очень целостно по образу было и очень эффектно. Если бы это висело афишки где-нибудь в городе, на борде, ты проезжаешь мимо Орд. Действительно, это появление. Красное появление, да. Яркое обновление образа и все. Это не я, это не Удовска. Там написали. Ну и хорошо. Очень круто. Очень круто. Да. Молодцы. То есть они поработали. Волновались сильно. Конечно, были проколы. Какие? За три дня. Какие? На очень интересном, да. Вот понравилась бы звезде, если бы ей позвонили в 6 утра и сказали, ваша фотосессия, которая назначена на без 15 и 9 утра, переносится на 3 часа дня, но через 2 часа с половиной у вас будет телевизионная группа и гремен с парикмахером, и вы будете в 8 часов ходить вот в таком вот образе, как я сейчас, да. Это кто звонил? Жанн. То есть невыжительное отношение к артисту? Хорошо. Было, мы это отметим. Но они потом на колени становились, говорили, что мы так больше не будем. Они выкрутились, молодцы. До последнего они вот ходили, меня на ручках носили, было приятно. Ну, такие люди, которые работают в этой команде, они могли бы быть вашим директором, как вы считаете? Администратором, менеджером? Любой из них мог бы. Бриночка, кого бы ты отметила с этих ребят? Полина. Полина? Да. Так и да. Из всех ребят Полина... Как самая деятельная? Самая деятельная, самая... Вот она все время давала какие-то советы. Она участвовала во всем. В выборе песни, на фотосессии она все время что-то подправляла, помогала, советовала. Даже когда мне делали макияж, она подходила, помогала. Она все время этим жила. Она не играла на камеру. То есть она... Здесь не было камер. Она была в гримёрке рядом, она мне на ушко. Ты знаешь, Полина. Да. Полина, да. Исполнительность Полины восхитила Марину Адольскую настолько, что певица даже предложила ей дальнейшее профессиональное сотрудничество за рамками проекта. Меньше всего сделал Олег. В общении со мной, в работе, в общей массе он все время стоял в стороне. Да, он в коммуникациях редко участвует. Да, да. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно было. Ветеринка продолжается. Но ребятам не до танцев. Светлана Лобода пригласила обе команды в зал увольнений. Алло, директор? Вам сегодня выпала большая честь сотрудничать с талантливыми артистами, на творчество которых вы выросли целое поколение людей. Вы этим шансом не воспользовались. Это был не ребрендинг, это было какое-то издевательство над ними. Я удивляюсь вообще и деликатности этих ребят, потому что они очень корректно о вас отзывались, но у меня бы такое отношение не устроило вообще. Начнём с команды Лоботим. Ира, вы работали с Андреем Кравчиковым. Да. Вы были руководителем, да, группы? Да. Что вам понравилось в том, что вы сделали? Признаться вам честно, мне понравилось то, как он выглядел, и мне понравилась фотосессия. Главный наш прокол – это пресс-релиз. Главный прокол – всё, что происходило на сцене. И внешний вид тоже. Он плохо выглядел очень. Он чувствовал себя некомфортно в этой одежде. Всё, что происходило до этого, много лет назад, выглядело гораздо лучше. Он задал мне просто, Светлана, зачем я качаюсь в зале, если я говорю ребятам, что у меня симпатичное тело, что я хочу себя чувствовать комфортно, я хочу двигаться, а мне не позволяют этого ничего. То есть где харизма? Как он может проявить себя, если вы ему запрещаете это? Ну, скажем так, пиджак мы ему предлагали взять больше, рубашку предлагали взять больше. Он сказал, что нет, пиджак не устраивает. Если бы вы вводили его в элегантный костюм, стильный, модный, дорогой, он был бы классным. У вас был красивенный мужчина, зрелый, в расцвете сил. И вы из него сделали какого-то молодёжно-невыразительного человека, который случайно вышел из зала. Как вы допустили такое вот, вот, вот это вот, как это может быть называться пресс-релизом? Это да, это, я знаю, наших самых главных. Еще очень огромное количество ошибок. Вы читали это? Грамматически. Пресс-релиз я вообще вчера, когда прочитал, я просто отдал его Тоне. Во-первых, он был в два раза больше. Да, она его спрочитала. И такие фразы, которые аполитическая баталия и биение царских кресел, это с ума сойти. Писала, да, сама? У нас был парень, который здесь сидел, на этом месте, который писал сам. Вы его разорвали все, и он уже дома. Зачем писать самой? Это ужасный прокол. Реально, как можно подобрать такие слова в пресс-релизе, там, апокалипсис? Ну, ты мог взять и подкорректировать, в принципе. Я предлагал подкорректировать. Ну, так в чем дело? Что помешало тебе? Нет, мы вчера, мы вчера получили... Ты не дала человека договорить, после договорить. Мы задали вопрос, я отвечаю на него, в чем проблема. Я его прочитал, сказал, что его полностью вообще надо абсолютно менять. Просто пресс-релиз это представление артиста. Если бы это был бенефис Андрея Кравчука, я уверен, что вот этот текст стал бы важным материалом для журнала «Наука и жизнь» какой-нибудь. Я поняла. Это не ребрендинг. Вы делили неправильную одежду, выдавили неправильную песню, потому что вполне возможно, эта песня могла бы подойти другому исполнителю, и она хорошо бы на нем смотрелась, да, была одета бы на нем. Там не все так просто с песней, дело в том, что сколько раз мы говорили, как ее подавать, как ее вообще делать, вот надо петь на октаву ниже. Он ее не поет, он любую песню пел бы, дали бы ему песню Лени Кравица, он бы ее спел бы, как Эль Кравчук. Безусловно, так ваша была задача сделать так, чтобы ему было классно петь эту песню. Песня не села изначально в образ полностью. А аранжировка эта? Ну, это все делалось за очень короткие строки. Слушайте, вы Артуру сделали потрясающий трек за то же самое время. Проблема в том, что он не хотел ее подавать другому. Он ее сам опускал в ми-минор, чтобы максимально ее задушить. То есть не было энергетики, подачи вообще не было. То есть неуправляемый артист, да? На самом деле он не ставит никого, извините, ни в одном месте. Тупо горит тебе в лоб. Я не буду это делать. А знаете почему? Потому что он не поверил вам. Потому что он не отнесся к вам, как к профессионалам. Когда я задал ему вопрос, вы бы хотели, чтобы кто-то из ребят, хоть один человек был бы с вами вместе в команде. Эль Кравчук, Андрей Кравчук сказал, нет, они абсолютные аматоры. Они не разбираются вообще ни в чем. В этом главная проблема. Он имеет то, что вряд ли могут получить большинство молодых начинающих артистов с бюджетом, без бюджета, которые есть в Украине. У него есть массовая узнаваемость. Вот сегодня вы были лишены возможности понравиться этому человеку, который мог бы отдать вам половину своих концертов, отдать бы вам все. Только за то, чтобы вы спродюсировали ему классный образ, классный внешний вид, классный номер, классную песню. Более того, участие его в этой программе, это не на плюс, а на минус ему. Вот правда. Ира, вы согласны, что это провал? Да, я согласна с этим. Почему вы молчите, Тоня? А что вы думаете по поводу всего того, что мы говорим сейчас? Она сейчас в Луганске. Мы действительно не вели себя как команда, потому что мы на него налетели со своим «Я». Ты что, ты сейчас будешь стелить? Я тебе сейчас вручу деньги на Луганск. Ну, Тоня. Ладно, Артур, вы были главным огоньком, да, у нас на этой неделе? Пытался. Что вы сделали такого, чтобы выступление Марины Адольской осталось в моей памяти, как лучшее выступление? Мы показали Марину в образе какой-то богини, дивы, сделали запоминающуюся песню. Хорошо, вопрос. Кто звонил Адольской в 6 утра? Я. Это делал Жан, но он делал это из-за как бы форс-мажорных обстоятельств. Было так случилось, что фотографу надо было срочно по личным причинам уехать. И об этом мы узнали в 6 часов утра. У меня вопрос по этому поводу. Вы делали фотосессию. Как прошла вообще? Гладкая фотосессия? Ну, в принципе, да. Да, очень гладкая. Это фотография? Отличная. Да, да, да. Кто придумал образ? Жан? Я. Образ придумала Полина. Класс. Как раз Марина очень хвалила Полину и говорила о том, что она максимально много сделала всего для того, чтобы эта фотосессия удалась. Все это было здорово до момента бочки в вашей фонограмме. И когда голосовая артистка, вы делаете ей банальную, простую, попсовую, и по тексту довольно-таки легкомысленную песню. Очень примитивная песня. Зачем? Хотелось вот именно драйва и танца. Просто когда вы даете артисту не его репертуар, артиста нет. Ей даются здорово лирика, где она может открыть свой диапазон, где она может спеть так, как не споет никто другой. Я подумала, ребята, наверное, сделают такую песню, вот сейчас опять за душу как, ух, а вы даете какие-то попсовые, примитивные песни, а ничего не зацепило. Вот кроме этой картинки больше ничего. На мой вопрос, Марина, если бы вы вдруг решили вернуться на большую сцену, так громко, доверили бы вы эту работу вот этим ребятам? И она сказала, что да. Да, она сказала, я бы обязательно объяснила им, что в 6 утра нельзя мне звонить, и что нужно понимать, как выстраивать график артисту так, чтобы ему было жить удобно. Вот для этого нужен директор. Также у меня был вопрос к ней. Как вы считаете, Марина, кто из ребят наиболее слабое звено? Она сказала, что Олег человек невыразительный и непонятно, что он делал в этом проекте. С расставанием дуэта Вигеря-Казак в Олеге пропала какая-то доля секса, которую дарила ему Таня. Не побоюсь этого слова. Что? Ну, это в кавычках, друзья. Я вам больше что скажу. Есть такое профессиональное понятие выгорание. Это когда люди тяжело работают, не жалеют себя вовсе. И теряют силы и интерес к любимому делу. Вот мне кажется, что у одного участника уже это произошло. И мне кажется, что это произошло еще до того, как он получил эту работу. Сегодня я смотрю на глаза. На глаза каждого из вас. Есть один человек, который абсолютно абстрагирован. Ему неинтересно уже ничего. Тоня, сегодня это вы. Я действительно уже еще несколько передач назад поняла, что я не ваш директор, потому что ваш директор не может позволить себе уставать. Но мне было очень приятно общаться с вами, тем не менее, и с участниками. Я получила очень хороший опыт. Спасибо вам большое. Тонечка, я хочу пожелать вам. Вы в одной из программ у нас были очень яркой и харизматичной звездой. Главное вам все время иметь интерес к тому делу, чем вы занимаетесь. Поэтому выберите, пожалуйста, себе профессию по призванию. Хорошо. Спасибо большое. Что нам было приятно. Огонек, то, что вы сегодня немного лучше в неделе, чем Лабутин, это ни о чем не говорили. Это сложно вообще назвать победой. Я хочу, чтобы вы сейчас немножко поднапривались. Чтобы каждый из вас прикладывал максимум усилий. Всем спасибо. 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 До свидания. Алло, директор. Ровно через неделю в программе Алло, директор. Алло, директор.